Привет всем, снова Солдбринджер, и оценим, пожалуй, мы идентифицируем, вернее, вещи кое-какие. Я же забыл, колечки-то я не опознал до сих пор. Хоть я и знаю, что они делают, но всё-таки. Давай, дед, быстрее. Так, торговля. А, да, я ещё хотел купить вот, где она есть, шестая книга истории. Первую книгу истории я хотел купить. В своих путешествиях я насобирал, по-моему, как раз-таки. Так, вторая книга, третья, четвёртая, пятая. Сейчас у нас есть, получается... Так, пять книг, и ещё одну купим, шестую книгу истории. Так, Зимний народ. Вот ещё, кстати, Зимний народ, тоже интересно. Давай сюда, ладно. Разоряешь ты меня прям. Так, и давай-ка опознавай. Вот эти вот колечки и жезл. Ну, это всё. К сожалению, саблю он опознать не может. Так. Книги пока что сложим в мешок. Надо-надо выбрать время и почитать. Ну, это, наверное, уже ближе к концу игры. Что мне с этой вот короной интересно делать? Мне она абсолютно не нужна. Так её таскать за собой. Не знаю даже. Так, колечки, колечки. Ну, это понятно. Это у нас уже было опознано. Кольцо. Обычно зато кольцо вам предстоит выяснить. Ага. Ну, понятно, да. Я ж его не снял. Вот он его и не заметил. Иди сюда. Вот пока же развернётся. Как? Удачи. Так. Кольцо скорохода. Позволяет владельцу перемещаться с невероятной скоростью. Ну, не с такой уж прямо невероятной. Десяточку к скорости добавляет. Что, в общем-то, тоже неплохо. Так. И вот этот вот жезл. Жезл изгнания. Применяется обыкновенно против демонов и нежитей. Хотя этот жезл применяется только на одиночных целях. Слабых монстров уничтожит на месте. И могущественным противником может нанести немалые повреждения. И у нас пять зарядов на нём есть. Ну, может быть, кого-нибудь и поизгоняем им. Ну, и всё. Всё остальное это снаряжение, которое у меня уже довольно-таки давно было. Давайте сходим к Мелисе. Я хотел у неё прикупить гадальных карт. Посмотрим, что там она нагадала бы нам. Если бы мы их с самого начала покупали. И каким событиям в мире игры они соответствуют. Ребята всё ещё тут выстроились. С обратом своего похоронили, что ли. Можики пособирали. Не стоят. Главное, перед Галден Тором будет закупиться. Не забыть вот это вот всё продать. Всякую эту ерунду. И как следует закупиться. Мне, по-моему, вот сюда. Заодно посмотрим, есть ли у неё подвал. Напомню, там, когда я сражался с подручной Бартелагу, я не пошёл дальше в коллекторы под Мадригалом. Вот. Но я знаю, что там есть выходы в три дома. Это в дом Бартелагу. Вернее, в его аптеку. Это выход в таверну Уилла. И ещё один. Но вот куда он ведёт, я уже не помню. Твоя душа говорит... Да-да-да. Это я всё слышал уже не раз. Что ты мне можешь... Так. Королева эльфов. Рау, Хекс. Гадание. У меня тут есть хоть место? Да, место есть. Вот карта духов. Загляни себе в сердце, и путь откроется. Тогда прощай. И ты прощай. Ну и давайте смотреть, что у нас тут за карты. Теперь они перевёрнуты. Так, гадальная карта Феникс. Трон, стилизованный под дракона, плывёт в воздухе между двумя разделёнными землями. За ним Феникс, взмывающий ввысь на фоне штормового неба. Ну, скорее всего, это связано вот с событиями недавними. Когда интервенция произошла Тардалинских солдат Тардалинской империи в земле Мадригала. Ну, не только, конечно, Мадригала, но по большей части Мадригала. Скорее всего, именно к этому событию относится эта карта. Смотрим следующую. Так, карта Две Птицы. Три ножа, размещенные между двумя птицами. Благородный сокол и кровожадный ворон, сошедшиеся в смертельном поединке. Ну, три ножа — это знак гильдии наёмных убийц в городе Теней. Ворон — это, по-моему, герб то ли Крукса, то ли Похитителя Света. Ну, а вот сокол, сложно сказать, может быть, символизирует нашего героя, кто его знает. Смотрим дальше. Гадальная карта «Помощь». Сияющий дух с глазом дракона несёт свет... Прошу прощения, свет в город, окутанный тьмой. Ну, возможно, как-то связано с кинг-катрой, не знаю я. Город окутанный тьмой. Талендра, может быть. Там вот какие-то строения такие, ну, похожи на Талендру. Вот там и руины, по большей части. Ну, вот архитектурка такая, сходная. Так, что у нас дальше? Гадальная карта «Портал». Символ сердца, попавшего в когти злых сил. На фоне башни красного цвета. У её подножия лежит насторожившийся и оскаривший зубы волк. Ну, это, скорее всего, как раз Похититель Света. Его мы били именно в башню. Ну и... Уж больно морда лица, похоже. На его рога, опять же, вот эти вот. Синий цвет. А волки это символ кровных родственников. Да, похоже, именно с войной связано это дело. Так, сосна. Срового вида священнослужитель, держащий в руках посох. Похоже, что посох связан с ростом дерева. Ну, возможно, это Ревенскар и епископ Мартан. Как-то. Хотя, не знаю. Причём тут сосна, может быть. Сложно сказать. Может быть, какая-то там, не знаю, игра слов или что-нибудь такое. Ну, в русском варианте сложно довольно-таки судить. Смотрим дальше. Карта Вода. Окружённая бескрайней пустыней. Небольшая рощица, над которой изображён символ воды. Грустная, поникшая женская фигура расположена посередине карты. Примерно на уровне её бровей изображён символ дракона. Ну, тут всё просто. Это Церебелла. Вернее, её дух, который мы нашли как раз-таки в пустыне. На месте раскопок там, где была найдена корона правления. Да, тут, по крайней мере, всё ясно. Так, это что было? Это была вода, да. Флейта. Таинственная фигура в странном одеянии. Как будто призывает или молиться. Чего? А, призывает или молится. За окнами виднеется группа деревьев, которые стоят так ровно, словно время остановилось. Прочий же ландшафт больше похож на выжженную пустыню. Сверху изображена богато украшенная флейта. Да, ну, это соответствует, в общем-то, моменту, когда мы искали флейту для того, чтобы вызвать химеру из колодца. Ну, и вот эта вот фигура, это, скорее всего, именно либо химера, либо, может быть, кто-то из культа химеры. Бриллиант. Дух огня и рядом с ним некое создание, напоминающее духа одной из стихий. Охраняет хрустальное сердце или, возможно, готовится к бою между ними. Вьется дорога, уходящая в темноту. Ну, это, наверное, Бортелагу, может быть, вот этот вот дух одной из стихий, поскольку он как раз зеленым светился у нас там. Дух огня это, скорее всего, Гаргас, ну, а сердце, сердце это, собственно, кинкатр сердца. Как-то так. Так, дом. На карте изображен символ всеобщего зла, висящий над древней башней. Между ней и городом, отмеченным фигуркой дракона. Извивается узкая дорога. Земля по обе стороны от нее окрашена в разные цвета, свежей и запекшейся крови. Сложно сказать. Очень сложно сказать. Может быть, это тоже связано, кстати. Но, учитывая, что тут кровь, ну, плюс город. Вполне возможно, это тоже связано с похитителем света. То есть, это, как бы, такой путь к нему. Если, вот, одна из предыдущих карт, где она тут есть? Портал, по-моему, да? Да, вот этот вот портал, если она уже, так сказать, непосредственно бой с ним предрекала. А, ну, и плюс ко всему, тут символ сердца. То есть, доступ к сердцу лежит через вот победу над похитителем света. И тогда мы получаем свиток, с помощью которого перенеслись в Толиандру. Как раз к сердцу кинкатры. Так, дом, огонь, давайте посмотрим. Два призрака или духа кружат один подле другого. На заднем плане нарисован шторм, бушующий над городом символом дракона. Ну, вполне возможно, что это, опять же, Тардалин, вернее, дворец Тардалина. И происходит сражение между двумя духами, занимающими одно тело. Вот, это тело Церебеллы, то есть ее родной дух, ее душа, и инкуба, которая вселилась в ее тело. Один из ревенантов, одна из ревенантов. Так, что тут дальше у нас? Мечник. Так, символ двух воронов и трех ножей на заднем плане. Изображен корабль. Ну, три ножа это символ гильдии. Это понятно. Гильдии наемных убийц в городе Теней. Два ворона. Ворона это, по-моему, то ли у наемников такой символ, то ли вот у Крукса, опять же. Скорее всего, у Крукса. И корабль. Ну, корабль вполне возможно, что как раз путь на другой берег. У него, кстати, заметьте, на рисунке три руки. Учитывая, что у него в руках явно катана. Вот. Это похоже все-таки это на Химеру, с одной стороны. С другой стороны, катана была... И сам вообще вот этот вот человек очень сильно похож на предвестника. Такого, какого... Каким, вернее, мы его видели в начальном ролике. И сражался он, кстати, там катаной, по-моему, как раз таки. Да, довольно сложно что-то сказать. Вход. Рисунок на карте изображает проход, ведущий в неизведанной земли. Он берет свое начало у ряда высоких камней, на каждом из которых высечен магический знак. Интересно, интересно, конечно. Скорее всего, это врата Тамарана. Именно там вот это вот скопление камней. Ну и там как раз портал открылся в... Тардалин. Так, весы. Дракон, кульца которого извиваются вокруг весов, обе чаши уравновешены. И, судя по всему, они являются неким магическим символом. Ну, символ это символ Хекса, понятное дело. Дракон вот такой вот в форме знака бесконечности, или в форме восьмерки. Дракон, скорее всего, именно Кинг Катра. Но вот, что конкретно это значит, сложно сказать. Скорее всего, дракон поддерживает равновесие. Вот. И делает он это посредством как раз вот именно нас. То есть, служим мы именно равновесию. Может быть. А может быть, тут имеется в виду, что следует поддерживать баланс стихии как раз. Может быть, к этому призывает нас эта карта. Осталось не так уж и много. Так. Алхимик. Ну, это понятно. Тут даже можно не читать. Это Бартелага у нас. Человек в капюшоне смешивает какие-то простые вещества, чтобы создать нечто величественное. Над его телом нависает огненный силуэт. Темная, едва видимая дорожка соединяет его с фигурой грозного дракона. Ну, скорее всего, связь Бартелагу с Тардалином. Вот. Феникс. У кого там Феникс был изображен? Вот не помню я как-то. Совсем не помню. Ну, тут явно Бартелагу имеется в виду. Так, Тигр. 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 Призрак женщины, которую держит в плену некий жрец величественного обличья с древней книгой в руках. Рядом с ними на дороге, вымощенной костями, мертвецов стоит красивый, но в то же время ужасный тигр. А, ну да, понятно всё. Это епископ Мартан у нас, который хоронил фолиант Гадеса. Женщина это призрак. Призрак дворянки, которая попросила нас освободить её, уничтожив тело, которое как раз-таки захватил епископ. Вот. Ну, Тигр. Тигр сложно сказать, что он тут обозначает. Дорога, вымощенная костями мертвецов. Ну, скорее всего, это весь, может быть, даже Ревенскар обозначен, поскольку там сплошные, собственно говоря, трупы. Вот. Ужасный Тигр. Ну, вполне возможно, что это такой намёк на то, что именно сила Мартана происходит от заточения духа этой вот девушки как раз. Может быть, как-то так. Не знаю. Так. Картер и Месленник. На картинке нарисован кузнец-оружейник. В одежде воина. В руке у него молот, но на поясе висит меч. Рукоять меча выполнена в виде головы дракона. Такой же знак очеканен на молоте. Возможно, это Хаммер просто-напросто. Либо Хаммер, либо... Как же его там звали-то? Горат, что ли? В общем-то, создатель молота. Повелитель крови, который был у нас одно время, и которое мы отдали Шанту. Ну, вот кто-то из них. Кузнецов не так много. Хорошо, хорошо. Тогда я сейчас быстренько скидаю все эти карты в мешок. Они, кстати, весят хоть что-нибудь. Они ничего не весят. Вот. Ну и мы куда-нибудь отправимся. Отправимся мы, наверное, за очередной монеткой. Вот. Ну, а может быть... А может быть и нет. Нет, давайте все-таки, наверное, за монетой сходим. За какой-нибудь одной. К эльфам. Почему бы нет? Так, это я не туда вышел. Похоже, этот мадригал. Хоть бы знаки, что ли, поставили. Два есть? Которые указывают. Равенскар. И, собственно говоря, город теней. Но не помешало бы и другие поставить. Давайте в гости зайдем к Шанту. Нам надо найти способ попасть в Гальдентор. Угу. А Шант? Что скажешь? Я просмотрел все свои старые карты, но я не нашел, как добраться до Гальдентора. Я буду продолжать искать. Мы должны отомстить за смерть моей семьи. За всех, кто погиб от рук Скорна. Да, получается, у него и сестру убили, и отца его фактически убили. Прислужники. В той или иной степени Скорна. Да. Ему есть. За что их, мягко говоря, не любить. Не знаю, успеем ли мы в этом эпизоде, конечно, монетку раздобыть. Ну, по крайней мере, мы попадем в локацию соответствующую. Сегодня такая мирная довольно-таки серия. В основном занимались мы гаданием на картах, похожими на Таро. О, зачем я на радужную скалу-то прыгнул? Вот, отжал мышку. В итоге он переместился. Так, давайте-ка обратно. В город теней сперва смотаемся. Хочу я все-таки оценить, опознать сабельку эту. Хоть я, конечно, и предполагаю, что это сабля эльфов. Но лучше быть уверенным. Так, давай-ка мне, опознавай. В принципе, у него можно и починиться. Хотя нет, починюсь я у своего кузнеца. Так. Эльфийская сабля, да. 100-350. Мощная штука. О, плохое состояние, кстати. Эльфийских штучек я еще наберу. Собственно, наверное, к эльфам мы и отправимся. Вот. Отправимся прямо сейчас. Попробуем там Рафаэлу вытащить. По крайней мере, начнем этот квест. Так, номеры. Борода тлин. И эльфы. Эльфы. А, эльфы дружелюбны. Ну да, кольцо Мелисы. Со мной. Ну, пойдемте ко дворцу. Так, ко дворцу это вот сюда. Сюда, по-моему. Специфическая у них тут архитектура. И символ, по-моему, черепаха. Непонятно почему. Да, вот сюда. Вот у них тут черепашки эти. Как раз вход. И стражники. Стражники, кстати, вот эти, надо сказать, очень сильные бойцы. За них неплохо опыта дают. И плюс с них можно выбить части эльфийской брони. Так, ну вот у нас тут Рафаэла как раз. Принцесса воинов. Давайте с ней поговорим. Я Рафаэла, дочь короля Горации, пленница эльфов. Ты ищешь путь к колодцу. У меня есть одна из монет, но я не могу отдать ее. Так, монета. Я с радостью отдам тебе монету, если смогу покинуть это место. Но меня удерживают здесь эльфы по сделке, заключенные много лет назад. Королева эльфов требует, чтобы ей дарили человека. В качестве игрушки. Взамен земли моего отца будут ограждены от ее гнева. Побег. Нет другого выхода. Разве что кто-то другой займет мое место. Или я встречусь с лучшим воином эльфов в схватке один на один. Мне кажется, что он непобедим, поэтому я в ловушке. Ну и она обрисовала как раз именно те пути, которыми мы и пройдем. Вот тут у нас есть эльфийский герой, с которым можно будет и нужно будет сразиться. Так, так. Этого символа среди нас не видели уже пару веков. Здесь это не так много, но в мире людей довольно значительно, да? Герб благородной семьи, которая в прежние времена восстала против нашей власти. Итак, чего ты хочешь от нас, путешественник? Что-то там еще она говорила. Да, локализация, как всегда, подводит освободить Рафаэлу. Освободить ее и лишиться любимой игрушки? Не будь глупцом, колдун. Бессмертий так утомительно, особенно в этом проклятом месте. Ты без сомнений считаешь меня жестокой, но это неправда. Я просто устала. Что ты предлагаешь взамен? Кстати говоря... Ты хочешь обменять себя на дитя Горация? Кстати говоря... Убивать ее нельзя. Вот во время боя с ее чемпионом, с этим... Я как-то один раз случайно ее задел довольно мощным заклинанием. Ну, чего уж там, магмой я ее задел. Вот, и она умерла. Ну, вследствие чего игра вроде как закончилась. Не знаю, в принципе, довольно неплохой выход из ситуации, раз уж ей прям так уж надоело ее бессмертие. Почему бы ее не убить? И очень жаль, что тут нет такого варианта и нет вообще такой возможности. Довольно она высокомерна. Очень сильно мне она не нравится, поэтому... Ну, к сожалению, с этим поделать ничего нельзя. Ладно, соглашаемся на сделку. Отлично. Новая игрушка. И такая симпатичная. Все равно девка мне уже надоела. Отпусти ее. Итак, колдун, как ты развлечешь меня? В качестве благодарности я отдаю тебе монету. Теперь я направляюсь к колодцу. Прощай, ловец душ. Да. Ну и что? В общем-то, можно было бы подумать, что ничего такого тут нет. Но нам заблокировали наш... Камень Хекса. Теперь мы отсюда не можем выйти. Вот. Более того, по-моему, она может нас к себе телепортировать. Через какое-то время попросить ее развлекать. А развлекать ее нужно вот этими вот штуками. Хрустальное яйцо. Как только мы его раскрываем, там... Что-то типа такого небольшого магического фейверка. Ну и мы под это дело все пляшем. Довольно-таки все это забавно. Но есть тут еще одно яйцо. Тохлое. Которое спускает довольно отвратительный запах. И вот, как только мы именно это яйцо применим, она... В общем, на нас разозлится. Скажет, убирайся отсюда. Ну и фактически мы будем свободны. Это один путь. Довольно простой. Но не самый хороший. Гораздо выгоднее напроситься на бой с чемпионом. Поскольку убив его, можно получить колечко силы десяти. Не помню точно, сколько оно к силе прибавляет. Но всяко больше текущего кольца, которое на нас сейчас. Ну и ко всему прочему, потом можно будет вполне себе смело перебить всех эльфов. Хотя там вроде бы как и не всех. Ну то есть придется делать это в два захода, по-моему. Поскольку после определенного количества убийств и неприятностей королева призовет нас к себе. Скажет что-нибудь типа, хватит там убивать моих подданных. Убирайся, опять же. Вот. И нас перенесет, я вот только не помню куда. То ли в Хекс нас отправит, то ли к камню Хекса. Сложно сказать. Я уже не помню, честно говоря, эти моменты. Так, хрустальных яиц. Не помню, три, по-моему, всего. То есть два нормальных. С фейверком, с этим внутри одно. Вот это вот тухлое. Вот оно, темное. Оно даже видно. Потрясающий драгоценный камень, имеющий форму большого яйца. Ну, Фаберже, видимо, работал. Иногда кажется, что внутри него таится нечто живое. Наполненное темной, губительной магией. Ну, а эти два. Тут явно так. Без магии. Потрясающий камень. Внешне напоминающий огромное яйцо. Иногда кажется, что оно словно пульсирует. На ладони. Во всяком случае, без магии тут явно не обошлось. Ну, а это вот нормальные эти. Крустальные яйца. Пасха какая-то такая получается. Не знаю, как еще это назвать. Так. Ну, наверное, продолжим мы уже в следующем эпизоде. А пока всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok